Фондовый рынок На протяжении 5 лет Финам остается крупнейшим брокером России по оборотам на фондовом рынке. Инвестиционный холдинг Финам – это слаженная команда профессионалов с уникальным опытом работы на российском фондовом рынке, иностранных торговых площадках и валютном рынке Форекс. За годы работы Финам неоднократно становился лауреатом престижных премий «Финансовый Олимп», «Финансовая элита России», «Элита фондового рынка». Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Домашний эксперт». В студии работает Руслан Валиев, эксперт по ценным бумагам и финансовым рынкам. Тема нашей сегодняшней программы – мировой финансовый кризис, его предпосылки и последствия. В этом плане нас интересует ваше мнение, и мы организовали интерактивное голосование. Дорогие телезрители, если вы считаете, что непосредственно вас финансовый кризис коснулся, то звоните по телефону студии 255-90-31. Если ваш ответ отрицательный, и вы считаете, что финансовый кризис обошел вас стороной, то звоните по телефону 255-90-35. Кроме того, у нас работает телефон прямой линии 254-7008, по которому вы можете звонить и задавать вопросы, на которые я постараюсь ответить. Прежде чем мы перейдем к ответу на вопросы, я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет на тему нашей сегодняшней программы. Экономический кризис каждым днем набирает обороты и выходит из-под контроля. Его сравнивают с дефолтом 98-го года. Но текущий кризис отличается тем, что о нем знали давно. Впервые о приближении глобального кризиса заявил Джордж Сорос еще в 1995 году. Но наши эксперты считают, что кризис открывает новые возможности, и на нем не только можно, а нужно зарабатывать. Как это сделать, узнаете сегодня. Итак, дорогие телезрители, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и у нас идет интерактивное голосование. Если вы считаете, что финансовый кризис вас затронул, набирайте телефон 255-90-31. Если нет, то 255-90-35. Прежде чем мы будем отвечать на ваши вопросы, я хочу перейти к тем вопросам, которые поступили к нам по адресу электронной почты. Первый вопрос, на который я отвечу, задает Евгений, 30 лет управляющий. И он спрашивает, добрый день, очень много на различных форумах читал про торговлю опционами, но сам пока не пробовал. Хотел бы получить совет, с чего начать, на что обратить внимание, какой первоначальный капитал необходим. Заранее благодарит. Сразу могу сказать, что торговля опционами является одной из наиболее сложных видов торговли. И, наверное, все-таки хочу посоветовать прочитать специализированную литературу для начала. А именно, это книга известного автора Коннелли, которая называется «Покупка и продажа волатильности». Конечно же, по этому вопросу можно получать консультацию у специалистов различных компаний, таких как Финам. Но опять же, прошу обратить внимание, что риски при торговле вот этими деривативами, этими производными инструментами, которые известны как опционы, они наиболее высоки. То есть нужно быть осторожными. Следующий вопрос, который я хочу осветить, касается довольно-таки многих наших сограждан, которые интересуются валютным рынком, а именно Форексом. Здравствуйте. Если торговать на Форексе, ориентируясь только на новости, это является стратегией? Являет ли она смыслом? Является ли она вообще осмысленной? Действительно. Вообще, что такое стратегия? Стратегия – это набор правил, каких-то закономерностей, которые для себя принимает человек и с помощью них зарабатывает те или иные средства на том или ином рынке. Так вот, основываться только на новостях и торговать на Форексе. Будет ли это стратегией? Я считаю, что да. Любой набор правил, который является эффективным, это уже стратегия. Вопрос в том, насколько она подходит в отдельно взятом случае. То есть иногда, я считаю лично, новости работают эффективно, то есть они себя отрабатывают на рынке, и действительно цена той или иной валюты идет в ту сторону, куда ожидалось, но иногда происходят обратные вещи. Поэтому в большинстве случаев наиболее эффективные стратегии все-таки включают в себя не только новостные факторы, но и какие-то элементы технического анализа, хотя бы самые общие, самые простые и понятные. Поэтому я считаю, что здесь надо вопрос более глубоко рассматривать и индивидуальное решение принимать. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что телефон студии 254-7008. Вы можете звонить, задавать вопросы на тему инвестиций, финансовых рынков и всего, что касается денежных средств. Также у нас идет интерактивное голосование. Жду звонков и жду вашего мнения, соответственно. Вопрос касательно компании Финам, которую я представляю. Задает его также Евгений. И он спрашивает. Добрый день, сколько стоит ваш семинар, обучающий торговать на Форексе, и сколько стоит семинар на фондовом рынке? Вообще семинар, общеобразовательный, вводный, он у нас бесплатен. Как по Форексу, так и по фондовому рынку. При этом, если говорить уже о курсах, которые обычно следуют за семинаром и рассчитаны на тех людей, которые уже совершают реальные торговые шаги, то они тоже довольно доступны. Курс по Форексу стоит 3000 рублей, а курс по рынку ценных бумаг стоит 4500 рублей. Возможны платежи в рассрочку, бывают скидки различные, бывают различные акции. Поэтому здесь, я думаю, наиболее подходящий вариант мы всегда сможем подобрать. Следующий вопрос, интересный, скажем так, на злобу дня, скажем. Здравствуйте, планируем поездку в мае в Европу. Хотелось бы услышать ваши рекомендации. Когда следует менять рубли на евро, сейчас или ближе к дате поездки? Владимир спрашивает. Как показывает опыт, последних нескольких лет даже неоднократно этот вопрос адресовался со стороны знакомых, друзей и просто клиентов. Обычно большой выгоды от того, что мы покупаем где-то заранее валюту для поездки за рубеж, трудно извлечь. То есть где-то за недели-две до поездки необходимо посмотреть на рынок и оценить ситуацию. То ли купить всю же минуту, то ли подождать пару-тройку дней. В глобальном смысле курс у нас вряд ли изменится. Да, сейчас произошли некие события, связанные с Кипром. У нас курс евро, конечно же, в этот момент пострадал. В понедельник на этой неделе мы открылись так называемым разрывом, гэпом вниз и по отношению к доллару и к рублю. Но по сути вот эти вот изменения, они уже нивелировались в течение времени. Я думаю, что в принципе дальше курс евро будет еще немножечко укрепляться. Поэтому сейчас для поездки за рубеж в мае месяце можно приобрести. С другой стороны, повторюсь, что ближе к делу эта покупка совершенно уместна и возможна. Очень интересный вопрос. Также на тему Форекса. Кстати говоря, Форекс, валютный рынок как таковой, пользуется все больше и больше популярностью. И все больше и больше вопросов от наших клиентов поступает именно на эту тему. Какой из форумов по Форексу выбрать? Их очень много. На некоторых неприкрытая реклама присутствует. Вопрос без подписи. Согласен, интернет изобилует большим количеством ресурсов, на которых можно зарабатывать. Не только зарабатывать, но и учиться. В том числе на форумах, конечно же. Но опять же, по поводу неприкрытой рекламы здесь можно много рассуждать. Но я, наверное, все-таки воспользуюсь случаем прорекламирую ресурс, который имеет прямое отношение к компании Финам. Это портал whotrade.com. Ктотрейдер.com, если перевести на русский язык. Это портал, который на сегодняшний день уже работает на международном рынке. Помимо того, что это социальная сеть трейдеров, объединяющая не только россиян, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. Это еще и замечательная площадка для общения, где люди принимают решения по поводу торговли на Форексе, на международных биржевых площадках, а также акциями. Этот форум пользуется спросом все больше и больше. И там реализованы очень интересные возможности автоматической торговли, так скажем. Забегая вперед, я этот момент хочу озвучить. Если человек сам не располагает запасом времени, если у него есть какие-то затруднения в знаниях, то он может выбрать стратегию одного из своих коллег или просто случайного человека на этом форуме, к ней подключиться и просто следить за тем, как на его счете растет прибыль. Опять же, если мы правильно выберем управляющего. Управляющим, подчеркиваю, может быть любой желающий. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и у нас идет интерактивное голосование. Отвечайте на вопрос, затронул ли вас финансовый кризис. Если да, то телефон 255 9031, если нет, то 255 9035. А сейчас мы прервемся на рекламу. Сенсация в Уфе. Московский передвижной дельфинарий возле торгового центра «Арена Экспо». С 14 декабря. Телефон 299 95 08. Известные бренды, доступные каждому. В государственной аптечной сети «Баш Фармация». Самые популярные товары ежедневного спроса по реально низким ценам. Распродажа мужских костюмов в магазинах «Пеплас». Скидки на костюмы до 50%. Магазины «Пеплас». Фотомастерская «Визуал» приглашает на занятия в студию на курсы. Основу фотографии – фотошоп, лайтрум. Сделайте свою жизнь ярче. Запись по телефону 230 51 85. Встречайте! Теперь и в вашем городе на Манеже знаменитый аттракцион филатовых «Крокодилы, змей, люди-пауки, медвежий бокс, билеты в кассах цирка». Новобулгакова. Коттеджный поселок с полноценной инфраструктурой. Поликлиники, школы, детские сады. Центральная канализация, вода, газ. При стопроцентной оплате предусмотрены скидки. Форд в Транстехсервис. Форд в Транстехсервис? Форд в Транстехсервис! Дешевле цен на Форд не найти. В эфире «Домашний эксперт» и тема нашей сегодняшней передачи «Мировой финансовый кризис. Его предпосылки и последствия». И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и принимаем ваши вопросы по телефону 254 7008. Также идет наше интерактивное голосование, где мы спрашиваем вас, затронул ли вас лично мировой финансовый кризис. Два варианта ответов. Да или нет, соответственно. В продолжении нашей программы я предлагаю посмотреть небольшой сюжет в рамках нашего цикла о миллиардерах. Это истории успешных людей, которые сколотили свое состояние вовремя и умеючи работать с ценными бумагами и вообще на финансовых рынках. Примеры очень интересные и поучительные. Прошу внимания. Все мы мечтаем стать богатыми. Сказочно богатыми. Настолько богатыми, чтобы размер нашего кошелька измерялся как минимум миллионами долларов. Проблема лишь в том, что мы не всегда знаем, как этого добиться. Эта программа расскажет вам о том, как однажды, попав на фондовый рынок, заработали свои миллионные состояния самые богатые люди планеты. Этот человек имеет множество прозвищ в мире финансов. Учитель черепах, король фьючерсов и даже принц ямы. Он один из самых удачных и видных игроков на фондовой бирже. Ричард Деннис. Свой первый миллион долларов он сделал в 25 лет. Основанный им Дрэксел Фаунд в течение многих лет был в числе наиболее стабильных и быстро растущих фондов. Но больше всего он известен как человек, обучивший черепах, заработавших после его обучения 175 миллионов долларов. Ричард Деннис родился в 49-м году в Чикаго. Уже в старших классах он подрабатывал посыльным в торговом зале Чикагской биржи. Получая минимальную плату 40 долларов в неделю, он терял ее за час торговли, пытаясь научиться торговать. Набравшись опыта, Деннис решает начать торговать за свой счет и, взяв долг у родственников 1600 долларов, приобрел место на центральной американской бирже. Так как само биржевое место стоило Ричарду 1200 долларов, то для торговли у него осталось всего лишь 400. Каким бы удивительным это ни казалось, но эту мизерную сумму ему удалось превратить в целое состояние, которое сегодня насчитывает около 200 миллионов долларов. Деннис объясняет свой успех упорными исследованиями. Я просто провожу исследования для определения того, как я могу дополнительно настроить свою систему и создать новые способы адаптации к изменениям, постоянно происходящим на рынке. Ричард Деннис. В 1983 году Ричард Деннис и его приятель, трейдер Вильям Экхарт, заключили пари. Можно ли научиться торговать на бирже? Экхарт полагал, что для успешной торговли необходимо иметь интуицию, некий инстинкт на прибыль. Деннис же считал, что все гораздо проще. Он связывал свой успех в торговле, которого уже добился, с несколькими торговыми методами, которые сам развивал. Он был уверен, что способности к торговле можно свести к набору правил, которые можно изучить. В итоге Ричард предложил провести эксперимент. Он принял работу 23 ученика, которых и назвал черепахами. После двухнедельного обучения он дал каждому из них для работы на рынке миллион долларов собственных денег. Когда эксперимент закончился, пять лет спустя черепахи принесли совокупную прибыль в размере 175 миллионов долларов. Некоторые из его учеников стали независимыми трейдерами и успешно продолжили карьеру. Обучить трейдингу оказалось даже легче, чем я себе это представлял. Странно, но для меня это было даже обидно. Ричард Деннис. В конце 80-х у Денниса происходит срыв на работе. Он отклонился от разработанных им правил торговли и в результате потерял большую сумму денег. После перерыва он вернулся на рынок в 1994 году. Теперь он стал использовать в торговле механические торговые системы и за два года увеличил свою прибыль с 8 до 112 процентов годовых. К 2000 году его личный капитал возрос до 300 миллионов долларов. Ричард Деннис остается в истории как великий трейдер. Он управлял деньгами клиентов свыше 20 лет. При этом средняя доходность его операций составляла 27 процентов. Он доказал, что человек может научиться стать успешным трейдером. Деннис был убежден, что важнее всего в биржевой торговле полностью контролировать себя. Самодисциплина – залог успеха. Это справедливо в любой игре. Знание правил игры – это условие необходимое, но недостаточное. Выигрывает тот, кто одолел самого себя. В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Домашний эксперт» и мы продолжаем нашу работу. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 254-7008. Вы можете задавать свои вопросы. Также идет голосование интерактивное, где вопрос «Затронул ли лично вас финансовый кризис мировой?» Если вы отвечаете «Да», то 255-90-31. Если вы считаете, что «Нет», то телефон 255-90-35. В конце нашей программы мы подведем итоги голосования. А пока я продолжаю отвечать на вопросы, которые поступили к нам с помощью электронных средств связи, а именно электронной почты. Вопрос довольно распространенный от Николая. Он спрашивает, «Есть у меня акции «Газпрома», которые были приобретены на ваучеры. Сколько они сегодня стоят и нужно ли их продавать или стоит пока придержать?» Довольно много людей до сегодняшнего дня сохранили акции, полученные во время приватизации за счет обмена ваучеров на «Газпром». И действительно вопрос очень актуальный. Если в 2008 году, а это уже было довольно давно, почти 5 лет назад, акции «Газпрома» стоили 360 рублей за штуку, то сейчас уже последние 3 года котировка колеблется в районе 140-150 рублей за акцию. И люди спрашивают действительно, каковы перспективы, стоит ли ждать роста или может быть все-таки стоит с этой суммы, с этими акциями что-то уже делать начать. Я здесь, к сожалению, больше пессимист, нежели оптимист. Даже дело не в том, что у «Газпрома» дела не очень идут. Все нормально, крупнейшая компания, национальное достояние, как говорится. Но есть объективные причины. Это ситуация на мировом рынке, энергоносителей в целом и газов в частности. Скотировки на газовом непосредственно рынке, к сожалению, медленно и верно опускаются. И нет предпосылок ожидать, что они будут расти. Не потому, что газовое потребление сокращается в мире, отнюдь оно даже растет, но возникают альтернативные способы добычи газа. Этим активно занимаются, как наши партнеры в Европе. Даже Украина обратила на это внимание, по поводу сланцевого газа. Есть еще, по крайней мере, пока в прогнозах, но очень большие запасы в Соединенных Штатах. Если Америка выйдет на этот рынок и не только будет добывать для своих нужд, но и экспортировать газ, тогда, конечно же, говорить о радужных перспективах нашего «Газпрома» не приходится. Поэтому либо мы довольствуемся, я имею в виду акционеров компании, дивидендами, которые в районе 8-10 рублей, 8-10 рублей за акцию в год, что сравнительно немного, либо мы эти активы можем переформировать, что ли. То есть с помощью тех денег, которые сейчас находятся в акции «Газпрома», мы можем сформировать сбалансированный, диверсифицированный портфель, состоящий не только из ценных бумаг, но и из других инструментов, которые со временем растут в цене. Как правило, в последнее время популярны способы, когда портфель формируется из четырех долей. Это одна четверть акции, другая четверть – это какие-то валютные резервы, те же самые доллары, евро, третья часть – драгоценные металлы, соответственно, и четвертая часть… А, ну все, я, в принципе, все перечислил. Соответственно, в тот момент, когда на фондовом рынке, например, идет ситуация негативная, или, например, нет какого-то роста, как сейчас, то есть акции находятся на одном месте, мы можем зарабатывать за счет прироста котировок валюты, к примеру. Либо, если у нас валюта не растет, а наоборот падает, может двигаться нефть, либо те же самые драгоценные металлы. Но драгоценные металлы обычно обратно пропорциональны фондовому рынку. Фондовый рынок падает, металлы растут. И наоборот, фондовый рынок растет, а драгоценные металлы падают. Здесь стоит вспомнить пресловутое понятие о аппетитах к рискам. То есть аппетиты к рискам подразумевают, что люди в целом готовы покупать рисковые активы, надеясь на высокие заработки. К рисковым активам мы обычно относим как раз ценные бумаги, какие-то производные инструменты типа фьючерсов и опционов. А менее безрисковыми активами считаются драгоценные металлы, недвижимость, то есть такие ценности, которые считаются вечными. Что рекомендовать нашему слушателю, нашему клиенту? В принципе, надо посоветоваться, надо посидеть и пообщаться, потому что в каждом индивидуальном случае обычно принимается какое-то взвешенное решение. И для каждого человека свои приоритеты, свои задачи по извлечению прибыли и свой уровень восприятия рисков. Кто-то готов рисковать, а кто-то рисковать вовсе не готов, и это вполне нормально. Поэтому универсального рецепта здесь я, наверное, озвучивать не буду и считаю, что я не ошибусь. Следующий вопрос. У меня есть 100 тысяч рублей, здравствуйте. Где я быстрее удвою эту сумму? На Форексе или на фондовом рынке? Конечно, при условии верно принятой стратегии. Ильдар спрашивает. Очень правильную оговорку Ильдар здесь нам приводит. Упоминаю, что стратегия априори принята правильная. Конечно, если стратегия принята правильной, то быстрее заработать можно на рынке Форекс. Этот рынок сам по себе более динамичный, более агрессивный. За короткий срок, используя большие заемные средства, зачастую бесплатные, которые брокер предоставляет, мы можем свой капитал удвоить, утроить и так далее. Понятно, что риски здесь сразу же пропорционально потенциальной доходности растут. И мы должны быть очень внимательными. Цена ошибки возрастает. Если работаем на фондовом рынке, то мы можем ошибаться раз, два, три, пять, десять и в принципе чувствовать себя на полову, поскольку наш капитал может быть уменьшается, но не сильно. А на Форексе одна ошибка, если мы при этом использовали большой капитал, может стоить многого, а именно всего капитала. Поэтому нужно подходить с осторожностью. Вопрос задан прямо, где можно быстрее удвоить. Конечно, быстрее можно удвоить на Форексе. Это безусловно. Следующий вопрос. Если торговать, опять же, на Форексе, ориентируясь... Так, этот вопрос уже повторяется. Давайте другой вопрос поищем. Вопрос касательно конкретно услуг инвестиционного холдинга «Финам». Кстати, дорогие телезрители, на экране вы видите телефон нашего офиса 272-63-63. Если у вас есть прямой вопрос к нашим специалистам, вы можете звонить к нам в офис. Мы работаем ежедневно с 10 часов до 8 часов вечера. Это по будним дням. А также в субботу мы работаем теперь с 10 утра и до 4 часов дня. Поэтому даже в выходные дни вы можете приходить, консультироваться, решать какие-то вопросы. А вопрос такой от Равиля. Доверительное управление от какой суммы у вас начинается? Ну, опять же, вопрос интересный, потому что действительно далеко не все готовы изначально инвестировать самостоятельно, тратить время, изучать материалы. Попросту люди заняты, работа, учеба, другие, семейные какие-то вопросы. Хочется доверить, при этом чувствовать себя уверенно, чтобы специалисты действительно зарабатывали, а риски были бы минимальными. У нас доверительное управление в классическом понимании доступно от 500 тысяч рублей. Но я сразу хочу сказать для наших дорогих телезрителей, что это не является преградой. У нас есть дополнительные способы, такие как консультационное управление, которые де-факто являются, по сути, доверительным управлением, потому что человек, наш клиент, не тратит собственные силы, в общем-то занимается своим делом, а его деньги работают. А де-юре называется, может быть, по-другому. Вот такие альтернативные схемы доступны буквально от 30 тысяч рублей. Понятно, что сбалансированный портфель, грамотный портфель получается сформировать лишь от 100 тысяч, но опять же, даже для некрупных сумм у нас есть соответствующие продукты. Если наш клиент располагает внушительными средствами, и мы чувствуем, что эту сумму можно распределить по нескольким стратегиям, мы это тоже делаем. Часть денег в агрессивный вариант, часть денег, соответственно, идет по консервативному варианту. Дорогие телезрители, наша передача скоро будет заканчиваться. Я напоминаю, что у нас идет интерактивное голосование. Пожалуйста, голосуйте. Затронул ли вас лично финансовый кризис 2008 года, либо не затронул. Дорогие телезрители, я вижу, что наше голосование идет, и у нас 46 человек сказали, что да, их затронул финансовый кризис. А нет, сказали, 33 человека. Понятно. Дорогие телезрители, большинство наших зрителей, то есть вас сказали, что финансовый кризис так или иначе вас затронул. Ну, в общем-то, это и неудивительно. Действительно, так или иначе, отголоски этого кризиса до сих пор продолжают влиять на нашу с вами жизнь. Если какие-то общие вещи, такие как отсутствие кредитов в банках, это уже вопрос прошлого, да, 9 или 10 годов, то, в общем-то, мы ощущаем на себе другие последствия. Экономика растет, скажем, не так бурно, как это было у нас до кризиса. Не так быстро растут зарплаты в различных секторах экономики. Иной раз даже продолжается сокращение их. Но так или иначе, будем оптимистами. Острая стадия позади. Теперь мы научены этим горьким опытом. Я думаю, что в следующий раз подобных неожиданностей у нас не будет. То есть мы уже заранее знаем, что нужно чувствовать себя, скажем так, более консервативно, в хорошем смысле этого слова, затягивать пояса потуже. Опять же, не в том смысле, что экономить, а в том смысле, что нужно быть готовыми ко всему. Последние события, связанные с банковской системой Кипра, в очередной раз являются подтверждением. Нет панацеи от бед. Мы должны всегда быть на чеку и грамотно планировать собственные инвестиции, собственные сбережения. Благо, на рынке есть специалисты о различных компаниях, которые работают для того, чтобы помогать людям. Время различных финансовых пирамид, различных мошенников, оно, к счастью, уходит в прошлое. Да, и подобные вещи остаются. Наверное, спрос раздает предложение. Но мы все-таки говорим о тех, кто работает во благо и ради всех нас. Спасибо вам, дорогие телезрители, за внимание. Наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего доброго. До свидания и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok